Когда-то я долго не мог понять, как в конце 30-х годов удалось зомбировать великую немецкую нацию. Нацию Гёте, Шиллера, Бетховена и так далее. Великая немецкая культура. Как можно было зомбировать миллионы людей? Ну просто, смотрите, мастерство Геббельса, Гитлера, и в результате они были зомбированы. Сегодня десятки миллионов россиян зомбированы точно так же. Смотрите, Путин это Гитлер в современности, это лидер фашистского государства. Россия сегодня фашистское государство, абсолютно нацистско-фашистское государство. И велика роль в этом российской пропаганды. Это современные Геббельсы. Соловьев, Скобеев, Попов, Дмитрий Киселев, Симоньян, Киосаян. Это подонки, подонки, это информационный спецназ, который в течение восьми лет каждый день в прайм-тайм на всех федеральных каналах зомбировал неокрепшие умы простых россиян. И они искренне считают, миллионы россиян искренне считают, что в Украине создано фашистское государство, что у нас правят националисты, бандеровцы, хунта и так далее. Но если бы российские граждане включали свои мозги, если бы они не получали информацию из одного источника, проснитесь, россияне, есть ютуб, есть другие еще не закрытые у вас социальные сети. Сравнивайте, наблюдайте, думайте, включайте голову, наконец. Они бы поняли, что все не так. Может быть, пустые полки ваших магазинов, которые в скорости будут. Может быть, всплеск цен на все. Может быть, курс рубля. Может быть, то, что вы никуда не сможете скоро поехать. Ваши карты заблокированы. Самолеты не вылетят. Может быть, то, что железный занавес опустится на ваши головы, на ваши ноги, на ваше все. Может, тогда вы что-то включите. И, может, еще не будет поздно. Продолжение следует...